всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сейчас девочки мне муж наконец-то вернул мою машину ему починили его и я по своей машинке очень скучала очень 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 скучала я сейчас целенаправленно еду в магазин fix price хочу купить в общем в общем детки у меня последнюю неделю школу садик ходят я хочу купить там всякие на лето раскраски для младшего сыночка и в общем немножечко хочу там была в ленте когда забыла купить себе ватные палочки ватные диски в общем всякое такое и средства для сантехники у меня закончилась в общем попутно хочу там все посмотреть едут целенаправленно только fix price я надеюсь зайду только в него больше никуда и покажу вам уже конечно дома покупки из этого магазина и и Девочки, пришла в машину, надо было платье одеть. Сжарища вообще ужас, что-то я в джинсах в этой своей рубашке, но рубашка прикольная, кстати, в ней вообще не жарко, она дышит и так далее. Сейчас вспомнила, хочу ответить, многим понравились мои очки, значит, я заказывала их на Алиэкспресс, пока помню, вот хочу сказать, и мне не понравилось, я заказывала у продавца, вот девушка, которая меня просила, я ей ссылку оставила на продавца, точно такой же оправы уже нет, то есть моя ссылка сгорела, и что получается, я когда их получила, одно душка вот это вот, было не припаяно вот сюда к очкам, они металлические, оправа металлическая, линзы мне вставили по моему рецепту, обошлись мне эти очки вместе с линзами где-то в районе двух тысяч рублей, и получается пришли не припаяно, и вот чтобы припаять вот эту вот штучку сюда, я заплатила здесь у нас за ремонт в Питере тысяча пятьсот рублей, у меня девочки вся мокрая, жарко, вообще ужас, вот, тысяча пятьсот рублей заплатила, продавец мне вернул деньги, вот как бы получается, получается, купила очки за тысяча пятьсот рублей, линзы очень хорошие, мне очень нравятся, я, ну, ничем не хуже, чем у нас в оптике ставят, единственное, что здесь они тоже антибликовые, то есть вот я за рулем езжу, вообще отлично, то есть очки мне нравятся, линзы мне нравятся, но пришло не запаяно, так что, не знаю, оставлять вам ссылку на продавца, но именно точно такие очки, видите, у меня здесь черное идет, а здесь как бы такие, а здесь внизу как бы серебряные, очень хорошо сидят, очень хорошо, мне вообще за рулем, я с удовольствием огромным в них езжу, линзы сейчас что-то не ношу в последнее время, так что кому интересно, не знаю, вдруг, если вам нужно про очки, обязательно напишите, я вам ссылку дам на продавца, но именно такой оправы нет, я искала похожую, есть много похожих на Алиэкспресс, но именно такой нет, у меня сейчас осталось еще немножко времени, и я хочу зайти в мясную лавку, и хочу сходить в одно место, и не знаю, хочу короче фрукты купить, и не знаю, что-то мне здесь нигде не найти, нет никаких ни лавочек, ни ларечков, ни палаточек, ничего, что-то еще не открыли, видно, и в общем пойду искать фрукты, одна вот мне девушка, вам огромный привет, написала, что уже арбузы пробовала, вкусные очень, но у нас, вот в одном месте я видела, но туда далеко мне ехать арбуза, а здесь не знаю, сейчас, короче, пойду фрукты искать. Так, ну что, нашла я лавочку с фруктами, купила окурчики, не помню почем, помидоры по 250 рублей за килограмм, черешни 400 рублей килограмм, или 400 с чем-то, короче, забыла, девочки уже, голубика 180 рублей 100 грамм, у меня здесь 200 с чем-то грамм получается, ну что-то я не удержалась, так хочется всяких ягод, фруктов, девочки, вообще, но все равно сколько они стоят, стоят, и абрикосы по 350 рублей, сейчас еще вам покажу, свет надо включить побольше, покажу вам, в мясную лавку еще зашла, что купила, и потом фикс прайс. Купила корешку, обожаю корешку, корешка в Питере, и еще где-то та, которая пахнет огурцом, свежим огурцом, очень вкусно, купила полтора килограмма, короче, полтора килограмма 350 рублей, я не знаю, по чем это, в общем, я что-то забыла, по чем за килограмм, 350 рублей этого, так, потом купила, зашла в мясную лавку, там выкладывали свежее мясо, я купила сливнинку, вот такое мясо на костюм, в общем, я хотела взять, на самом деле, 4-6 штучек хотела взять, но тут оказалось как бы 7, я сказала, ладно, не надо уже отрезать, я возьму целый этот самый, тоже заморожу, сейчас пожарю, наверное, может быть, 3 штучки, потом, ну, в общем, короче, поделю пополам, сейчас пожарю половину, потом еще другую, также купила там вот такую колбаску, раньше ее не было, она 800 рублей за килограмм, вот эта колбаса, запомнила, девочки, так, снова вот этот белорусский вкуснейший сыр, Моздам белорусский, не знаю, что за фирма, в общем, я думаю, что он, ну, по крайней мере, там он стоит один, по-моему, 560 рублей за килограмм, девочки, или 650, вот я сейчас, сейчас затупила немножко, по-моему, 560, так, снова купила печенье Рокворд, моим мужчинам очень им нравится, они прямо балдеют у меня от этого печенья, купила, вот это была последняя упаковка, вот такая, как бы упакована, вообще, он на развес, там, да, вот это печенье, в общем, купила, и здесь у меня нектарины появились, но они не совсем еще спелые, вот, в общем, купила килограмм, килограмм 350 рублей, вот, ну, конечно, тут мои девчули, девчули мои уже ждут, когда мама даст что-нибудь вкусненькое, но я им свинину не даю, вот, так что я им сейчас что-нибудь другое дам, вот, в общем, они меня тут радуются, мама приехала, наконец-то, домой, да, вот, я когда уезжаю, закрываю их в доме, они у меня в доме сидят, мне на участке, поэтому они всегда радуются, когда я приезжаю, да, мои девочки слотенькие, так что сейчас буду чистить рыбу, и сейчас же хочу пока свежее пожарить мяско, вот, не знаю, может, у меня муж не будет рыбу, потому что в последнее время что-то я очень часто ему рыбу готовлю, мне кажется, она ему уже надоела, поэтому я пожарю мясо, завтра готовить не надо будет, вообще красота, так, и давайте покупки фикс прайс покажу, купила вот такой лимонад, хотела машине попить, забыла, ну, ладно, пусть будет, вот, вот такие с кусочками фруктов нравятся моему старшему сыночку, в общем, я ему взяла по две штучки, я так понимаю, там две за 55 рублей, да, или две вот эти за 55 рублей, в общем, одну такую у меня уже выпил в машине, жарко, душно, ужасно, из бытовой химии вот это купила, Homestar, средство для ванн, и вот такое 10 в одном, так, потом купила ватные диски, две упаковочки, тоже они, по-моему, две за, сколько-то, за 70 рублей, по-моему, что такое, ватные палочки, и вот такие себе перчатки, вобби забыла купить себе перчатки для работы в огороде, в общем, купила розовые, чтобы мальчишки у меня не брали их, вот, а также взяла, хотела купить еще жидкость, но жидкости не было, взяла вот такие пластины от комаров, у нас уже комарики появились, поэтому я взяла аж две пачки, получается, и сразу же купила вот такие ленты от мух, вообще, бывают пластины от мух, они тоже очень эффективные, но пластин не было, в общем, взяла, тоже мне пригодится, вот, и здесь у меня все в основном для младшего сыночка, вот, старшему только попить, ну, может, тоже, конечно, поиграет немножко, но это я им на двоих купила вот такие мыльные пузыри, ну, вот, будешь играть? Да. Вот, старший тоже, наверное, попускает, еще интересно, три штучки, так, и вот еще себе я купила вот такие вот резиночки, они мне очень нравятся, они без всяких вот тут штучек, не путаются в волосах, вообще, люблю такие чисто черные, но черных не было, взяла, ладно, цветные волосы убирать. Так, дальше, младший любит, это, конечно, для девочек, но он любит у меня, ну, там, в песке, там, типа, он что-то готовит и так далее, в общем, купила ему такой наборчик, думаю, что ему понравится ковыряться в песке, он мне там суп из травы варит, вот, так что ему нравится. И здесь тоже, я думаю, что он будет у меня счастлив, купила ему такие восковые мелкие упаковочки, здесь сколько у нас получается? 28 штук, вот эти вот обычные мелкие рисовать, он мне любит рисовать, ну, он там рисует, в общем, всякие лабиринты делает, всякое такое, набор карандашей, 26 штук, и у меня еще тут фломастеры были, фломастеры, набор фломастеров тоже, ну, он их теряет, портит, не закрывает, так что он из фикс прайса отлично. Потом альбом для рисования вот такой, он любит иногда отрывать листочки, поэтому я ему купила вот на такой штучке специально, вот, и купила две вот такие вот книжки, раскрасок там что-то, ну, такие были, но совсем детские, он может таким не нравится, в общем, вот такие вот наклейки ему еще купила, здесь играем в доктора, а здесь идем в поход, вот, но он у меня любит всякие наклейки, всякой такой картинки, кстати, очень прикольные здесь, вот, так что, в общем, вот такие вот у меня были покупки в фикс прайсе, в основном ради вот этого ездила, как я уже говорила, ребенок у меня будет счастлив, он любит у меня всякие такие вещи, вот. И вот, девочки, чек из фикс прайса, вообще, блин, такой мелкий, вообще кошмар какой-то. Вот, видите, цены, кому интересно, что купила, получилось у меня сумма, сколько, 1664 рубля, вот, ну, младший сыночек будет счастлив, и я рада. Ну что, почистила корешку, сейчас буду ее обжаривать, я, кстати, очень люблю ее есть, но ненавижу чистить, потому что она мелкая, очень промыла ее, и я обваливаю ее в муке, мука смешана с солью, и выкладываю на сковородку, обваливаю каждую рыбку, жарить тоже ее, то еще удовольствие, потому что она маленькая, и каждую нужно вот так вот обвалить в муке, чтобы она была тогда очень вкусная, хрустящая, и, в принципе, достаточно быстро она жарится, до румяной корочки с каждой стороны, вот. Так что буду сейчас жарить. Вот так вот она у меня обжаривается, достаточно много масла получается здесь, так как здесь мука, но я ее очень-очень люблю, ненавижу, правда, чистить эту корешку, так что сейчас буду готовить. Крышкой я не накрываю, просто обжариваю на таком, наверное, среднем огне с каждой стороны. Вот такое количество рыбки у меня получилось, мимо проходил пару раз муж, и ее на самом деле уменьшилось, вот, но все равно вот этот аромат корешки я просто обожаю, так что я на ужин сегодня буду есть вот эту рыбу, потому что она очень вкусная, но, видите, такая мелкая достаточно. Ну, ужарилась еще немножко, поэтому она такая, как семечки, я бы выразилась, но я обожаю каждый май, каждый год я обязательно покупаю корешку, сколько бы она ни стоила, потому что я ее очень сильно люблю. Здесь, конечно, у меня, как вы поняли, намного меньше, чем полтора килограмма в итоге осталось. Муж пробы снимал, скажем так, с этой рыбки, вот, хотя действительно сказал, что рыба ему что-то уже поднадоела, но решили еще сегодня пожарить мясо. Мясо мы сделаем барбекю, скажем так, я его замариновала, и решили пожарить все мясо сегодня. Сейчас у меня сынулька пришел в садик, принес мне вот такой букетик. С садика пришел, смотрите, какая красота, вот такие цветочки нашел, такие, красота, просто, очень красиво, мне нравится. Поставила их, конечно же, водичку. И вот наше мясо почти уже готово, у меня соус немножко так обгорает, это такой соус, девочки. Вот, а мясо полностью готово, очень вкусно. Это у меня какой-то соус барбекю, такой был для, специально для маринада мяса. Так что, вот такой вот у нас будет ужин. Я буду есть рыбу, муж мясо, ну и останется еще на завтра. Видите, такой коричневый соус, какой-то муж у меня купил. Вот, так что, вот такой вкусный ужин. Еще салатик, конечно же, овощную обязательно сделаю. Салатик, конечно же. Салатик, конечно же. Салатик, конечно же.